От предметов одежды до дизайна крупных инфраструктурных объектов. Так, например, сереброплавильный завод, он же Спичка, с его историей мог бы стать по-настоящему визитной карточкой Барнаула и успешным брендом. Молодые дизайнеры в своих проектах пофантазировали и о барнаульском метро, и о том, как могло бы выглядеть здание аэропорта. И это только малая часть того, что представлено на международной биеннале дизайна «Про будущее». Она включила в себя сразу 9 номинаций. От проектирования шрифта до целых архитектурных ансамблей. Итого больше 500 работ. Дизайнеры – это один из немногих, кто смотрит на мир глазами не сегодняшнего дня, а глазами завтрашнего дня. А это всегда интрига, это всегда развитие, это всегда новое. И, безусловно, к этому новому, к этому неизведанному тянется молодежь. Среди авторов работ – молодые дизайнеры из 24 регионов России, а еще из Азербайджана, Казахстана, Болгарии и Китая. Участникам от 15 до 35 лет. Всем им предстоит побороться за гран-при и денежные премии. Правда, о призовом фонде организаторы пока умалчивают. В жюри у нас огромное количество, 20 членов жюри из разных городов России и зарубежья. И у нас на каждую номинацию по 5 человек, там есть обязательно свой председатель. То есть и рассматривается каждая категория. То есть школьников смотрим только со школьниками, сравниваем и выбираем лучшее. Студентов среди студентов, молодых профессионалов среди них же. Самая популярная номинация – это графический дизайн в основе оформления билетов, сайтов и приложений. Удивить жюри можно только новизной. Что-то очень яркое, что-то современное, то, что в тренде. И то, что с направлением на будущее, сама биеннале про будущее. Соответственно, эти критерии для меня будут являться ключевыми. Ознакомиться с проектами можно в выставочном зале музея «Город». Параллельно любой желающий может посетить открытые лекции и мастер-классы от ведущих мастеров дизайна. В последний день форума, 25 октября, жюри назовут имена победителей в концертном зале Института культуры. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.